Путь пустой руки И именно так с японского переводится один из самых известных видов боевых искусств каратэдо, представляющий собой систему защиты и нападения без оружия, в котором применяются удары и блоки руками и ногами. В отличие от других единоборств Японии, джиу-джитсу и дзюдо, которые предполагают борьбу, удерживающие захваты и удушающие приемы, в карате степень непосредственного контакта между участниками схватки минимальна. А для сокрушения противника используются точно нацеленные мощные удары, наносимые в жизненно важные точки его тела. Если говорить об истории, то известно, что в Японию карате попало с острова Окинава в конце XIX века. В западной литературе распространено мнение, что жители Окинавы вели постоянную партизанскую борьбу против японских захватчиков и ради этой борьбы создали искусство карате. Критики этой версии утверждают, что при 300-тычном населении острова там размещалось всего полтора десятка самураев японского гарнизона, что свидетельствует о лояльности окинавцев. Но как бы там ни было, сегодня карате-до увлечены жители всего мира. А у нас в городе существует клуб, в котором воспитывают и тренируют настоящих чемпионов. Спортивный клуб восточных единоборств «Буду Искора» был образован в мае 1991 года тренером-преподавателем высшей категории Алексеем Капраненко. За более чем 20-летнюю историю клуба его воспитанники становились победителями региональных, всероссийских, международных и всемирных соревнований чемпионатов. Вот мы недавно приехали из чемпионата мира, который проходил в Испании, в Голдалахаре городе. Вот очень хороший турнир, собрал многочисленные, более, около сотни спортсменов из разных стран там. Вот также мы недавно вернулись из чемпионата мира из Японии, то есть в Токио долго проходил. Вот результаты, сами понимаете, очень неплохие, так что везде, как говорится, мы стараемся подчеркнуть, что мы из Люберец, именно из Любереца. Знакомьтесь, эту, но очень симпатичную девушку зовут Галина. Ей 17 лет. Большую часть своей жизни, а точнее 11 лет она занимается каратэ-дом. Здесь, в Люберецком клубе восточных единоборств Буду Искра. Я настаивала на этом. Мне прям хотелось, у меня есть старший брат, его родители отправили на каратэ, чтобы он занимался. Но я думала, а что брат-то будет заниматься, а я нет. Но я пошла за ним, попросила, уговорила. Мама была против, а у папе все равно. Ну, иди. У меня все получилось, а брат не занимается больше. Вот так, благодаря старшему брату и его увлечению детства, через 10 лет Галя стала кандидатом в мастера спорта по каратэ-дом. Сегодня она считается лучшим борцом не только Люберецкого района, но и России. Я пятикратная чемпионка России, многократная чемпионка города Москвы, призерка чемпионата Европы, ну и многих всероссийских и международных соревнований. Слова Галина подтверждают то огромное количество наград и медалей, которые она нам показала, сказав при этом, что это только малая часть. Добиться такого результата спортсменке помогли ежедневной тренировке, которым сначала было очень сложно привыкнуть. Когда я начинала, самое сложное, наверное, привыкнуть каждый день тренироваться, вот, прям войти в эту деятельность больше. Ну, было сложно поначалу. Только тренировки, все, остальное легко давалось. Галя признается, что ее, казалось бы, совсем не женское увлечение не то, чтобы мешает ей в жизни, а наоборот, помогает завязать новые знакомства. Не мешает, она как бы параллельно все идет. Наоборот, даже как-то лучше с каратэ. Ну, не знаю, больше друзей, знакомых в разных странах, городах. Ну, все, мне больше нравится так. Любить и отдаваться полностью тренировкам и спорту можно, наверное, лишь в том случае, если тебе комфортно и приятно находиться в коллективе единомышленников, предводителем которого, конечно, является тренер. Грамотно может, по каждому имеет свой личный подход. Он знает каждого своего ученика все-таки хорошо, уже все давно занимаемся. И я люблю своего тренера. С такими детьми очень интересно работать. И даже, как говорится, не чувствуется годы даже. Вот там время пролетает, даже 20 лет с лишним, как пролетели, как один миг. Понимаете? И поэтому, ну, как-то с ними даже душой молодеешь. Понимаете? Сейчас мы вам расскажем и покажем парочку самых интересных приемов для начинающих. Встали в стойке. Делаем. Раз. Этот удар называется гиякузуки дзюдан. То есть дзюдан — это в голову. Еще раз. Не спеша. Медленно. Идет блок руки для того, чтобы соперник не смог ударить себя. Еще раз сделаем. Идет накладка. Еще раз. И удар. Теперь мы вам покажем удары ногой. Ром, давай чуть-чуть, Маваш. Этот удар называется «Маваши гири в голову». Дзюдан. Еще раз. Удар называется «Маваши гири». Бьется в голову, исполняется ногой с поднятием колена вверх. Чем выше поднимешь колено вверх, тем выше будет удар. И точнее. Сейчас мы вам покажем наиболее сложный удар. Уширо Маваши в голову. Сделаем. Уширо. Этот прием делают более опытные спортсмены. Ну, и очень редко используется на соревнованиях. Дзюдан. Это более сложный удар, который исполняется с разворота на 180 градусов. Чтобы стать хорошим спортсменом, заниматься профессиональным спортом, мы должны на это потратить очень большое количество времени, чтобы стать хорошим спортсменом. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И это все, о чем я успела вам рассказать. Вы смотрели программу «Ровесники». С вами была я, Ольга Чуканова. Всего доброго и до новых встреч. Пока!